Кофе выпила. Ой, надо снимать очки, а то отсвечивается лампа. Такие беленькие кругляшки в очках. Кофе попила. И надо сделать небольшой макияж. Без него никуда. Я без глаз просто не могу. Но только умылась. Сейчас протерла лицо тоником. Нанесла вот такую вот сыворотку от Фаберлик. Подвела немножко глаза. Реснички подкрасила. И все. Сегодня никакого тональника. Вообще никаких вот больше средств. Да, еще вот сейчас мазельца нанесу на губы. Макияж готов и пошла украшать мир. Ну, вообще-то я шучу. Потому что сегодня у меня в планах... Вообще эти планы у меня были вчера. Что я буду мыть окна. В своей комнате я вымыла вчера. И тут же пошел дождь. Сегодня я решила, что я вымою обязательно на кухне окно. У меня, знаете, сколько? Три, четыре, пять, шесть. У меня семь окон. И когда были окна, которые, знаете, как раньше вставлялись, выставлялись на это самое, на лето, это было вообще кошмарно. Теперь у меня окна открывающиеся. Хотя они у меня не пластик, а деревянные. Вот. Но все-таки с ними намного легче. Их не надо вставлять, выставлять. Открыл, помыл, закрыл. Вот. И сегодня у меня в планах помыть окно на кухне. Погладить белье. Оришка опять настирала. Ну, конечно, Максюшкины маечки собираются очень быстро. Он каждый день одевает в садик чистую маечку. Ну, и штанишки уличные. Потому что приходит домой, конечно. Ну, даже если эта майка чистая, не опляпана никакой едой, но все равно на следующий день обязательно надо ему одеть чистенькую. Так вот, Ариша вчера настирала. Я уже сегодня помогу ей с этим справиться, поглажу. Иначе, если я не сделаю это, она тогда утром начинает встает, хватается, быстренько гладит ему майку эту, чтобы он шел красивый у нас. Вчера она его отвела в садик. С садика отвела в парикмахерскую, подстригла. Ребенок совсем оброс, но вот все ждали, что, может быть, грипп тут уйдет куда-то. И тогда только поведем в парикмахерскую. Но никак, никак все тут... Ну, позвонила я вчера в парикмахерскую, говорю, как это записаться? Работаете, вы не работаете. Она говорит, почему не работаем? Работаем. Хотите, приходите. У нас совершенно свободно. Вот так вот, как мы, вероятно, все думают, что ай-яй-яй, нельзя никуда идти. Вот, что это страшно. Ариша прибежала с работы, взяла маски себе, Максюшке, и они пошли в парикмахерскую. Но вчера у меня ребенок уже был красивый, подстриженный. Вот, ну, а я сейчас вот еще загружу, нет, не загружу, а открою одно видео для вас, которое еще в воскресенье сделала. Ну, вот так вот я их заранее делаю, видео, когда у меня получается, есть какие-то мысли или какие-то, ну, что-то нужно записать. Я записываю, а потом по очереди это открываю. Так что сегодня вы будете смотреть видео, которое я записывала в воскресенье, когда было прекраснейшее. Девочки, вот только начиная разговаривать долго, тут же переседает горло. Но что это такое за наказание? Когда ходила к лору, говорила я, вот, говорю, начинаю, вот, говорит долго, и у меня начинается там похрипывание. Она говорит, ну, назвала там как-то. Говорит, это не страшно. Ну, и о чем я говорила? В воскресенье я записала видео, я его обработала, сделала. Сегодня я для вас его выложу, чтобы вы посмотрели. А сама сейчас пойду все-таки, я, наверное, пойду и на кухне вымою окно. Придется, наверное, одеть что-то потеплей, потому что, когда я его открою, там окно большое, открою, будет холодно. Сегодня проснулись, на улице снег. Вы представляете? Всю зиму мы его ждали, а теперь весной, уже апрель, можно сказать, середина апреля. Теперь каждое утро смотрим в окно, выпадает снег. День тепло, день снег. Вот. Так, что это я еще вам хотела сказать? Я хотела вам сказать, что я жаворонок. Я жаворонок, я встаю рано, я просыпаюсь рано, и вся энергия у меня с утра. Вот с утра я могу горы свернуть и куда-то сбегать, и что-то дома сделать. По второй половине дня я уже никакая. Я ничего не хочу делать и никогда ни за что не возьмусь делать. Все. Я уже, даже если я не устала, все равно во второй половине дня я уже делать ничего не буду. Вот в отличие от моей Ариши. Она с утра, ей не хочется вставать, но она, конечно, встает, потому что на работу надо идти. А во второй половине дня она может вот прийти, заниматься с Максимом, потом уже темно становится, я могу уже лечь. Она пойдет на кухню и начинает готовить. Вот какие люди все-таки разные, как они все-таки существуют, наверное, жаворонки и совы. Я уже могу даже вот полдевятого я могу разослать кровать, лечь, ну не лечь, а сесть на подушке и смотреть телевизор, пока я захочу спать. Вечером не люблю никуда ходить. Если мне надо куда-то, вот допустим, на какую-то презентацию там приглашают, самое, как вот я к Тане, Фредерик М ходила, то это часов в шесть. Вот не люблю. Вот для меня целый день, вот это вот ожидание этого вечера, для меня это просто, просто мука. Я не люблю макияж делать вечером. Я вот с утра я встала, я должна привести лицо в порядок, и чтобы уже готовность, быть в боевой готовности. Даже если я не собираюсь, вот как сегодня, я никуда не собираюсь идти совершенно. У меня планы домашние. Такие воскресенье, Пасха, и надо как-то, я помню, когда еще мама была жива, когда я девчонкой была, к Пасхе очень готовились. Булки пекли. У нас тогда еще было, маленькая была, у нас на кухне постояла огромная русская печь. Бабушка моя пекла булки огромные, у нее всегда красивые, на дрожжах, красивые, вкусные получались булки, с изюмом, с корицей. У меня с дрожжами какие-то неполадки. У меня не тесто, но оно подойдет. Но тесто почему-то всегда получается такое вот, ну, невоздушное. Какие-то они у меня всегда выходят тяжелые. Я больше вот по пирогам на соде. Так что, в общем-то, мы особенно не готовимся. Конечно, яйца мы покрасим. Булку красивую, ну, не булку, а как это называется? Пасхальный кулич купим. Сейчас этим не обязательно заморачиваться. Они есть везде, во всех магазинах, есть у нас на рынке. Я думаю, что привезут обязательно. Они в целлофане, поэтому они быстро не сохнут. Это мы купим. А так Аришка работает. Максюшка со мной дома. Так что, ну, вот так вот так вот будет у нас праздник. Ну, главное сделать уборку. Вчера я уже уборку в своей комнате полностью сделала. И помыла, и убрала, и попылесосила. Ну, в принципе, стирать пыль это я занимаюсь каждое утро. Это я встаю. Обязательно мне надо все это протереть, все, чтобы было чистенько. Потом иду у Ариши убирать. Смотреть, что они там поразбросали. Максюшкина эти убрать, потому что пока он вечером играет, утром ему уже некогда этим заниматься. Они, главное, что... Главное, что сами собрались и убежали. Вот. Ладно, сейчас я зайду в компьютер, выложу вам видео и пошла заниматься делами. Ну, что, продолжаем. Продолжаем дел. Снимаю все свои цветы с окна. И все-таки буду мыть окно. Не знаю, как тут будет вам хорошо ли будет видно, потому что против света, конечно, снимать не очень это хорошо. Ну, вот. Вот так вот. Это у меня еще палочки стоят тут от моих. И как я мою, девочки, окна. Так, что это у меня не закрыто, оказывается, было. Так. Не знаю, стоит ли мне открывать маклеон. Пролазим сюда. Обычно я всегда открываю, сразу открываю и мою окно снаружи. Но сегодня так холодно и даже сейчас метет снег. Поэтому я, наверное, только помою внутри. Средство у меня сейчас вот такое вот какое-то. Это Ариша купила в магазине. Почему-то, когда я хотела заказать Фаберлик, его то ли его не было вообще, то ли оно было. В печке мою старым способом. Наношу. Раньше я, конечно, это делала водой, просто тряпочкой, водой и потом газетой. Теперь я уже применяю средство, но все равно я газетой мою. Есть у меня такая вот тряпочка, которую Фаберлик заказывала, но что-то она мне не очень нравится. Ею я только если зеркала протираю. Вот, барабанит мои, барабанит мои ракушки. протираю один раз газетой под шумовое оформление ракушек. Потом беру другую газету более сухую и протираю уже насухо. Не поворачиваю совсем вам к окну, потому что совсем будет отсвечиваться. Но окно, плохо, что окно потеет, потому что на улице очень холодно. Вот. 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 Сегодня совсем неудачный день мыть окна. Я его тру, а оно потеет. Это мне совершенно не нравится. и все же я решила вымыть окно на улице, потому что туда пойти холодно будет, да и мне надо будет потом на стул лазить. Поэтому я решила одеть свою уличную байку, открыть окно. У, полетели какие-то мушки и все же его вымыть. Внутри совсем все полностью запотевшее. Но как-то вот уже отходит, отходит понемножечку. Но если помыла плохо потом, когда потеплеет, я сделаю это еще раз. а сейчас только протру подоконники. Там оказалось внутри мух много и откуда они там спали. Мы очень редко открываем форточки, форточку на кухне, потому что есть вытяжка и тут стоят орхидеи, я их берегу. Я боюсь, чтобы им не было никакого сквозняка, поэтому я окно и форточку на кухне редко открываю. Мне проще, если что-то я натворила так, нажарила, быстренько открыть окно, ой, окно, открыть дверь, быстренько проветрить и на этом все. Вот и все. Вот так я готовлюсь к празднику. Все, девочки, закончилось своим окном, оно перестает потеть и, вы знаете, даже прямо просветлела в комнате, в кухне. Сварила чашечку кофе, надо передохнуть, я уже тут протерла пыль везде. Орхидеи я полила вчера, поливала и поила их. Вот, сейчас выпью чашечку кофе, передохну немножко и вспомнила, что вот то зеркало я не помыла. Это зеркало можно мыть по несколько раз на день. Если только кто-то что-то готовит и обычно там Ариша наливает себе кофе, муж наливает там себе кофе, там это все шлепается, там это брызгается и это зеркало я мусолю несколько раз в день. Ну а если мусолю, значит оно там все в этих самых точечках. Шмяка пришел с улицы, лапы грязные, весь мокрый, как суслик, не знаю. Я сегодня, я вчера, знаете, как позапрошлую ночь не спала, я этот вчера легла рано, смотрела фильм, чувствую, я засыпаю, я выключила, отрубилась и спала всю ночь, не слышала, когда шмяк утром просился на улицу, кто его выпускал, не знаю, обычно он меня будет, полшестого он четко меня будет, чтобы я его выпустила на улицу. Сегодня я никого и ничего не слышала. вот, вот как спала, как жито продавши, пословица есть такая. Вот, теперь, сейчас вот кофейку попью, потом поглажу Оришкиной маечки, а потом, наверное, надо будет и пообедать, пока я поглажу, пока я там, да, зеркало в прихожей надо помыть, тоже бесконечно, Максюшка приходит, он любит себя смотреть, оставлять свои лапки там, вот просто будет подходить, делать и лапки оставлять свои, и то же самое в комнате, это большущее зеркало на шкафу, прямо только если не усмотришь, то обязательно там его лапки будут. И сколько говоришь, это как стенки, одинаково. Все равно стоит не увидеть, как он тут, как тут возле зеркала. в зеркало показывает своей машинке, как общается сам с собой. Точно как кот тоже приходит и смотрит в зеркало. Кто там, какой-то там чужак в зеркале в этом. Так что осталось помыть окна у Ариши в комнате. Ей, конечно, некогда будет. Она на работе до Пасхи. Работает и в Пасху она работает, потому что у нее выходной в понедельник один. Праздников у них каких нет, праздничных дней нет для них. Да, я сама когда-то работала в кино, для нас тоже праздников не было. Все праздники это были рабочие дни. Да и на рынке было точно так же, когда уже работала, да и в кафешке. Где бы я ни работала, у меня всегда был выходной понедельник. Так что меня это не удивляет, поэтому окна воришиной комнате это тоже на мне. Да, еще в прихожей надо помыть окно. Вой, не вой, а все равно придется. Но в воришкиной комнате там как-то вот у нас кухонное окно находится ниже. А вот там окна почему-то находятся все выше. То ли земля там, я не знаю почему так. Поэтому у себя в комнате я их с комнаты открываю и мою сразу. У Ариши очень как-то плотно они сделали окна очень плотно. Их открываешь, а потом сейчас после зимы, когда они уже отсырели, это может быть очень сложно их потом закрыть, поэтому я бы мою все внутри, а на улице уже потом Ариша будет мыть, потому что там надо обязательно становиться на стул. И иначе никак до верха никак не достанешь. Я все собираюсь, думаю, может быть какую-то такую щетку купить на палке. Но вы знаете, как вот привыкла мыть, бумагой тереть, газетой чистить, то я вот щеткам этим всем почему-то не доверяю. ну вот ну вот ну вот такая вот я. Ну на сегодня все. Хватит вам со мной работать. У вас, наверное, у каждого дома полно работы. Девочки, а как вы яйца красите? Чем? Я крашу шелухой. Мне больше всего это нравится. шелуха у меня в этом году есть. Я собрала свою шелуху. А Лена моя как-то купила наклейки такие, одевала на яйца. Со всех сторон яйцо белое и наклейка. Их потом невозможно было не разбить, не очистить. Такая ерунда это все было. Поэтому вот не знаю, когда я в субботу или в пятницу буду их красить. Сариши потом решим. Вот.